Если уж не сохранить работу, то хотя бы скостить срок. В Николаеве огласили приговор сотруднику полиции, который устроил ДТП в центральной части города. Тогда погибли 4 человека. Приговорили полицейского к 5 годам тюрьмы. Но в итоге он может провести за решеткой намного меньше. Почему, выяснял Кирилл Ющишин. Авария произошла в ночь на 28 февраля в прошлом году. Валерий Агаджанов, лейтенант полиции, на своем автомобиле забрал из ночного клуба друзей и развозил их по домам. На центральном проспекте машина разогналась и на небольшом подъеме оторвалась от земли. БМВ закрутила, она врезалась в припаркованные машины, а затем в дерево. Все, кто был в салоне, кроме водителя, погибли. Это двое мужчин, на тот момент уже бывшие сотрудники милиции и две девушки-студентки. Сегодня, спустя полтора года, суд огласил вердикт Валерию Агаджанову. Значит, ему, по крайней мере, выжилили 5-й уроки по сбавлению обвольниц, по сбавлению права выкрывания транспортным засобом на 3-й урок. Сам Агаджанов свою вину признал, но только частично. Я считаю себя виновным, как вы хотели. У меня потерял грузей. Но я считаю, что справедливость должна вас ложествовать. Привлекать к ответственности дорожную службу, так как они действительно нарушили порядок и регламент технологических правил ремонта и эксплуатации автомобильных дорог. Вот только в суде во время заседаний установили причину аварии превышение скорости. Предположительно, на спидометре БМВ было 130 км в час, хотя и эту цифру свидетели ставят под сомнение. Они утверждают, скорость достигала 200 км, не веря словам подсудимого и родные погибших. Покрытие асфальтное. Агаджанов проживал в этом районе. Он каждый день ездил по этой улице. Он знал это покрытие. Скорость была сумасшедшей. Ни прокуратура, ни сторона защиты пока не уверены, будут ли обжаловать приговор. Я еще раз приношу свои извинения перед родителями. Сегодняшний днём не главное, сколько бы вынесли бы. Мне главное, чтобы родители простили бы моего сына. Сторона обвинения ориентировала суд на максимальное наказание в мерах санкции статьи, предусмотренного частью третьей статьи 206, это 10 лет лишения свободы. Фактически у нас есть 30 суток для внесения апелляционной жалобы. А вот родные погибших уже заявили, будут требовать ужесточения наказания. По их словам, Агаджанов намеренно затягивал процесс, чтобы попасть под действие закона Савченко. Из назначенных сегодня судом 5 лет тюрьмы. За решеткой он проведет меньше 4. Кирилл Ящичин, Игорь Попов. Подробности телеканал Интер Николаев.